Ну, душ только так, можно так быстренько обмыться и все, потому что я пожилой человек, я же могу простудиться и так. Каждый день Лидии Гаевой начинается с небольшого ритуала. Подносит спичку к плите и очередной раз убеждается. Газ в ее квартиру так и не пришел. Третью неделю пенсионерка стирает, моет посуду и купается в холодной воде. Микроволновки и электроплиты у женщины нет, поэтому пользуется старым проверенным способом. Я один сожгала. Это у сына взяла. А свой сожгала. Бутерброды на завтрак, обед и ужин – стандартное меню жильцов пятиэтажки. Некоторые еду на всю неделю готовят у родственников. Еду нормально приготовить мы не смогли никак, только чаем. Чай уже надоел, хочется борщика. Жизнь без газа началась в начале ноября. После несчастного случая трагически погиб мужчина и его сосед сверху. В тот день пенсионер включил газовую плиту, колонку и воду в ванной. Внезапно он почувствовал себя плохо. Трое суток погибший пролежал в квартире, наполненной газом. Жильцы забили тревогу, только когда вода стала заливать квартиру снизу. Прокуратура занялась, видно, мы не знаем точно. И начали наш дом проверять. Проверять. Были, которые являются с горгаза или с пожарной. Вот тягу проверяют. Кто это проверяет? Пожарники? Тягу пожарники проверяют. Они проверили, сказали, что нормально. Они проверили, все нормально. Они пытаются выморзить деньги. Вот и все. Потому что у всех все работало. Есть акты старые, все. Но это теперь никого не волнует. Вместе с полицейскими и врачами приехали газовики. Проблему с утечкой решили радикально. Газ в пятиэтажку просто перекрыли. Франция сам работает. Мы вчера подключили практически 75%. Сегодня еще работаем в одном подъезде. У меня есть информация, что четвертый в настоящий момент без газа. Остальные не подключены к газоснабжению, только единственные отключены приборы выборочные. Колонки либо плиты. Сейчас пятиэтажку подключили к основной газовой трубе. Уже сегодня вечером коммунальщики обещают возобновить подачу во все квартиры. Но голубое топливо появится лишь у тех, кто прошел проверку пожарных и у кого оборудование исправно. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, Южный регион, Инфо.